Рядом со мной помощник-консультант народного депутата Украины Сергея Кивалова, кандидат юридических наук Валентин Федоров. Мы с Валентином обсуждаем итоги прошедшей политической недели в целом в стране и в нашем городе. На этой неделе депутаты вернулись к своей работе. Валентин, что мы отмечаем самого важного, основного, что происходило в Киеве в парламентском зале заседаний? Добрый день. Конечно, я считаю, что одним из самых главных, как анонсировал сегодня Сергей Васильевич в своем интервью, является принятие закона, или возвращение, точнее, льгот чернобыльцам. Почему это важно? Потому что люди, которые фактически спасали нашу страну, спасали наших людей, как говорит Сергей Васильевич, были выкинуты на улицу и просто плюнули в лицо. Конечно, этого допускать нельзя, и все подпричитающиеся им выплаты будут осуществлены в полном размере, несмотря на то, какое количество доходов сегодня у них, у каждого есть. Я считаю, что это действительно очень важно, и, конечно, Сергей Васильевич лично голосовал за этот закон, потому что все его действия, они направлены на то, чтобы люди в нашем государстве, конечно, жили как можно лучше. Потому что сегодня огромное количество социально-экономических, политических проблем, вы видите, огромный политико-экономический кризис. И если в этих реалиях не принимать никаких серьезных мер по улучшению качества жизни населения, по протягиванию им руки помощи, ну, наверное, они просто не выживут сегодня. Поэтому, что касается парламентской недели, это, наверное, наиболее значимое событие. И это было анонсировано во всех средствах массовой информации, это подчеркнул Сергей Васильевич. И я считаю, что помимо этого, конечно, очень важны те события, которые проходили у нас на месте, в Одессе. Да, да, я хотел как раз к этому вернуться, потому что основная политика делается на местах. С миру по нитке, как говорится, голым рубашкой. Как проголосуют в Одессе, в Николаеве, в Львове, так и будут жить эти регионы. Депутаты после перерыва в полтора месяца вернулись, насколько я понимаю, к работе. Основные вопросы, которые были в насыщенной повестке дня, которые вы отмечаете для себя? Вы понимаете, я, конечно, в силу своих должностных обязанностей также присутствовал на сессии городского совета, потому что отстаивая интересы нашего города, своих избирателей в парламентских стенах, Сергей Васильевич контролирует ситуацию на местах, потому что он старается получать в онлайн-режиме ту информацию, те события, которые происходят здесь в городе. И наиболее значимыми, конечно, событиями, я считаю, выделить надо несколько ключевых позиций. Первое, что было проголосовано, это получение льготы, точнее снижение, прошу прощения, снижение процентной ставки на оплату повышенных квадратных метров для наших граждан с 2% до 0,01%. И представители Украинской морской партии находились в этой рабочей группе и приложили немало усилий для того, чтобы это решение было принято. Вторым очень важным мероприятием, это фактически программная цель, одна из программных целей Украинской морской партии, это выделение субсидий для малоимущих граждан города на выплату ЖКХ, в частности отоплений. И это решение также было поддержано городской властью, депутатами горсовета. И фактически 50 тысячам граждан нашего города была выделена такая субсидия, она будет непосредственно перечислена на средства КПТ по соотношению города Одессы, и будет возмещена какая-то, определенная какая-то часть для этих граждан. И третье очень важное мероприятие, точнее важное событие, это принятие программы здоровья, в частности выделение около 11 миллионов для граждан города для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также представитель Украинской морской партии является зампредседателя комиссии по здравоохранению в горсовете. И данная программа разрабатывалась при непосредственном участии представителей Украинской морской партии. Но также было анонсировано и другое сегодня практически во всех средствах массовой информации, помимо государственной, помимо городской программы здоровья Украинской морской партии совместно с отделением клинической медицины номер 4, профессор Ковалевская Людмила Андреевна, разрабатывается программа «Долгожитель» для граждан города, которые тоже, естественно, имеют проблемы с сердечно-сосудистым заболеванием, опорно-двигательным аппаратом и ряд других. И эта программа будет комплексная, она будет реализована в рамках проекта благотворительного фонда Сергея Кивалова Украинской морской партии. Значит, это будут и предоставления очков, это будет создан диагностический центр, это будет программа лекарственных средств, выделения лекарственных средств. То есть это достаточно комплексное мероприятие. И вот перед отъездом буквально Сергей Васильевич проводил совещание по этому вопросу. И эта программа была принята, и думаю, что в ближайшие месяцы, 1-2 месяца, думаю, она будет запущена. Ну и таким образом, конечно, здоровье населения, мы все надеемся, будет возрастать с каждым моментом. Во всяком случае, мы предотвратим те проблемы, которые могут возникнуть. На сессии городского совета было анонсировано, ну и, собственно говоря, было осуществлено создание межфракционного депутатского объединения, в которое вошли депутаты Украинской морской партии, представители оппозиционного блока. Резонансное событие, не будем скрывать, Валентин, потому что разные оценки даются о том, что создание свободной экономической зоны грозит чуть ли не расколом государства. Успокойте население. Ну, это, конечно, не просто градообразующее, я считаю, что это государственно образующее событие, потому что эта программа также является одной из ключевых в деятельности Украинской морской партии. И очень правильно и хорошо, что данная инициатива была поддержана оппозиционным блоком, как здоровой политической силой. И, ну, знаете, только, наверное, либо откровенный обманщик, либо человек, который не желает разбираться в ситуации, может говорить, что это плохо. Вот. Прежде всего, хочу сказать, что помимо создания депутатской группы создан уже специальный научно-исследовательский аналитический центр, о котором я сейчас скажу чуть-чуть подробнее. Но, что касается этого события, это, конечно, резонансное событие, очень важное событие. Вот. Два ключевых направления в информационном пространстве, как вы правильно сказали, позитивное и негативное. Что касается, ну, начнем с негатива. Вот. Негативное, это первое, что обвиняют чуть ли не в сепаратизме. Вот. Второе, что это плохо. Значит, что касается сепаратизма, это смешно, потому что, вы меня извините, но уже везде было сказано, поддержано и политологами, и социологами, и экономистами, что, ну, 73% населения, согласно вот последним социологическим опросам, поддерживает идею создания свободной экономической зоны в Одессе. Вот. И в Одесской области. Это первое. Второе, ну, мы не можем сказать, что все люди хотят чего-то плохого, да, для нашего города, и тем более для государства. Второе, что обе эти силы политические, а в частности, конечно, Украинская морская партия, она является наиболее патриотической силой. И как в программе прописано, так и во всех деятельствиях, вы знаете, ну, можно говорить только о любви к своему городу и к своему государству. Потому что сила, которая желает плохого, она не будет принимать такое огромное количество социальных программ, такое огромное количество экономических, правильных экономических направлений, которые, я уверен, выведут наше государство из этого экономического кризиса. И что касается, значит, по поводу негатива, вот повторюсь, значит, в некоторых я сетях видел, что чуть ли не свободная экономическая зона подразумевает создание военизированных подразделий. Ну, это откровенно смешно. А в другой, недавно вот на сайте я прочитал, что историческую такую характеристику, что она просуществовала, оказывается, там, около нескольких лет и была характеризована только сугубо, там, упадком, негативными какими-то явлениями. Повторюсь, конечно, уже это забитая тема, но за первые пять лет наш город, он вышел в пятерку лучших городов Европы. И именно тогда мы начали говорить об Одессе, как о Южной Пальмире, как о жемчужине у моря, как о городе с наиболее быстрыми темпами экономического роста. И, конечно, мы сегодня, давайте уже отойдем от истории, и сегодня мы говорим о реальности. Так вот, что касается свободно-экономических зон, их всего пять типов свободно-экономических зон существует. Конечно, депутатская группа говорит о том, что мы должны выйти на наиболее эффективную, это комплексную свободно-экономическую зону. Почему? Потому что расположение нашего города, оно подразумевает сочетание всех факторов, и финансового, и туристического, и промышленного. То есть это огромный комплекс дел, действий, которые могут привести к расцвету Одессы. Одесса, как локомотив, уже, конечно, вытянет из этой долговой и экономической ямы всю Украину. Так вот, именно для этого был создан вот этот научно-аналитический центр, который сюда включает докторов экономических наук, политических наук, юристов, социологов, которые будут изучать наиболее приемлемые формы для Одесской области и для Украины. Понятно, что есть огромное количество примеров. Это и Южная Корея, Тайвань, Швейцария, США. Между прочим, в США существует больше 300 свободно-экономических зон. И мы все знаем Силиконовую долину. Так вот, именно Силиконовая долина является одним из видов свободно-экономической зоны. И мы не можем тупо взять и что-то перенять на нашу территорию. Потому что вы знаете, что опытов исторических, даже в новейшей истории, 92-й, 2000-й год, их уже много. И, к сожалению, не всегда их реализация была эффективной. Поэтому это комплексная программа. Почему создана депутатская группа? Это центр для того, чтобы изучить, проработать и принять наиболее приемлемый, эффективный вариант свободно-экономической зоны в Одессе. Точняющий вопрос. Есть ли поддержка у этого движения, у этой инициативы Украинской Морской Партии среди общественных организаций? Я, на скидку, могу назвать несколько общественных организаций, которые, как всегда, против. Да, вот они вот видят в том, то, о чем вы говорите. Ну, а поддержка? Среди каких организаций есть поддержка? Да, ну, опять же, вернемся, конечно, к негативу. Но это смешно. Это, я же говорю, люди, которые просто пытаются политическим пиаром, ну, сыграть на этой теме, да. Разные силы пытаются заретушировать это, не предлагая ничего взамен. Мы еще раз повторяем, что это сугубо экономический эксперимент. Почему? Потому что здоровые, нормальные, патриотические, настоящие силы, любящие свое государство, желают ему процветания и развития. И критиковать очень просто. Но если вы критикуете, давайте будем говорить о том, что хорошо. Давайте все вместе сядем за стол переговоров и будем вырабатывать наиболее приемлемый вариант. Вот здоровые силы, о которых вы говорите, это уже заявили о себе ветераны-черноморцы. Буквально недавно вышло интервью председателя ветеранской организации, который говорит о том, что путем развития торговли, путем развития свободной экономической зоны возможно возрождение черноморского пароходства. Конечно, это не популистское заявление. Он так и сказал, что понятно, мы не возродим его в том огромном масштабе, в котором это было. Но если мы говорим, и мы хотим видеть Украину как настоящую морскую державу среди мировых держав, морских, мы должны возродить наш флот. У нас было несколько крупнейших пароходств в мире. А дунайское пароходство, например, оно вообще было уникальное, с единственным в мире с морским и речным флотом. Ну, про черноморское пароходство, близкое и родное для всех одесситов, мы вообще сложно говорить и тяжело говорить, потому что это не просто городообразующее предприятие, это символ нашего города. И сегодня оно полностью уничтожено. Так вот, ветераны черноморцев выступили с инициативой, они также будут включены, и они хотят войти в состав научно-аналитического центра, выдвинуть свои идеи и говорят о том, что пускай не в том былом величии, но в эффективной форме этот флот может быть возрожден. Каким образом? Путем увеличения товара оборота, путем привлечения инвестиций и инноваций. Какие инвестиции могут быть привлечены? Иностранные и внутренние. Так как люди, которые увидят настоящее развитие нашего региона, нашего государства, они с удовольствием начнут вносить сюда деньги. Если придет дополнительная валюта, дополнительные средства, мы их сможем выделить на развитие флота. Если у нас придут новые технологии, инновации, эта возможность строительства нового флота увеличится. Увеличится ее эффективность, и это будет гораздо проще. Меньше ему надо будет вложить средств, и это будет гораздо быстрее. И, конечно, это все возродит наш регион. Вторая общественная организация – это всеукраинское объединение крюинговых компаний, которое говорит о сегодня о том, что фактически наши моряки, которые плавают под флагами в различных других компаниях, они не защищены вообще. И, между прочим, именно Сергей Васильевич поднял дискуссию в обществе об этом. Хочу анонсировать и сказать о том, что буквально несколько месяцев назад, если вы помните, известная ситуация наших моряков в Гвинеи, которые попали и остались просто никому не нужны. Так вот, жены моряков приехали в приемную общественную Сергея Васильевича. Сергей Васильевич написал запрос на МИД во все необходимые организации, и совместно с некоторыми общественными организациями эти моряки были вытащены. Но это некоторые ситуации, вы представляете, в общеукраинском масштабе. Так вот, конвенция по поводу прав моряков до сих пор не ратифицирована Украиной. Путем ратификации конвенции, путем создания новых рабочих мест, мы будем привлекать сюда наших моряков, это внутренние инвесторы, которые за счет того, что они зарабатывают валюту, эту валюту будут привозить сюда и с удовольствием ее тратить. И таким образом, естественно, развивая наше государство. Поэтому я, конечно, очень жалко, что популистские силы, ну мы не можем назвать о том, что, знаете, настоящий патриот, желает развития и процветания своему дому. Так вот, Украинская морская партия, Сергей Васильевич, любые другие здоровые, оппозиционный блок, любые другие здоровые политические силы, они только готовы поддержать этот проект. Между прочим, практически все парламентские фракции, и Батькивщина, и Самопомич, и радикальная партия, помимо тех политических сил, которые уже приняли участие в этом проекте, они все высказали за создание такой зоны. И поэтому я, конечно, считаю, что это просто необходимо. Об этом говорят и все социологические опросы, все любые здравые выкладки экономистов, политологов, социологов и юристов. В завершении видно, что работа есть, работа ведется. И вот в конце я хотел бы узнать, а мониторите ли вы как-то настроение в обществе, которое является обратной связью той работы, которую делает та же Украинская морская партия, ну и политики вообще? Вы знаете, буквально, по-моему, на той неделе Южноукраинский центр ЛАД провел свое социологическое исследование политических настроений, ну, отношение вообще людей к политическому кризису. И, по-моему, сегодня тоже Центр гендерных, изучение гендерных проблем совместно, опять же, с Центром ЛАД провел еще второе социологическое исследование. Первое оно было касалось вообще общего настроения. Последнее социологическое исследование касалось уже порайонно. Так вот, очень приятно, что, вы знаете, правильный политический, даже, я сказал бы, не политический, а социально значимый мероприятий, которые организовываются как партией, так и Сергеем Васильевичем, находят свое отражение населения. Население видит здоровые силы. Самое главное, вы знаете, Сергей Васильевич, как ответственный политик, он может отвечать за свои слова, за свои поступки. И люди сегодня говорят о том, что он занимает первое место. Это, по-моему, 13,7% из всех политиков нашего города у Сергея Васильевича. И это по мажоритарному округу. Украинская морская партия среди всех партий, по-моему, на третьем или на четвертом месте с поддержкой 8,1%. Я считаю, что для данной политической силы это серьезный результат по всему городу. Что касается районов, я точно не могу сейчас привести данные, потому что я буквально смотрел это интервью, как ехать к вам. Но в трех, по-моему, если не ошибаюсь, районах у Сергея Васильевича точно так же первое место. Считаю, что это очень серьезно. И помимо этого, опять же, говорить об экономических экспериментах, которые проводятся в Украинской морской партии, она также, по-моему, около 70% поддержки населения получает. И я считаю, что это очень важно. Вы знаете, каждый политик, который приходит в стены Верховной Рады, он должен отвечать за свои поступки и перед своими избирателями. Так вот, очень приятно, что Сергей Васильевич каждый раз, когда заходит в эти стены, он может идти уверенно, потому что, когда он возвращается в свой город, все те начинания, которые им анонсируются, они реализовываются, ну, скажем так, на 99%. Потому что здесь достаточно серьезная поддержка, достаточно мощное политическое, общественное движение всем этим начинаниям.